Приветствую вас. Мне очень, если честно, понятно, кому именно вы хотите что-то объяснить. Отцу или мужчинам, которые, ну, воспринимают вас не так, как вам этого хочется. То есть вот, ну, правда, я не очень понял это. Если отцу, своему отцу, если вы хотите что-то объяснить, ну, я боюсь, что у вас ничего не получится. У вас не получится ничего объяснить, потому что отец, он занимается своим делом каким-то, он занимается своими какими-то делами, да, ему, в принципе, не особо интересно, что думать по этому поводу вы. Вот. Не так, что он плохой, а, да, ну, цель, цель, вот цель у него такая, да, вот у него такая цель, выдать вас, там, грубо говоря, замуж, да, допустим. Вот, и всё. И ему объяснять что-либо бесполезно. Объяснять что-то другим людям, но, опять же, зачем? То есть, ну, люди вам не поверят, во-первых, люди вам не поверят, что вы можете сразу понять, ваш, ваш человек или нет. Это такой момент. Во-вторых, я не думаю, что есть свои и не свои люди, потому как отношения человеческие, они более тонкие, ну, они более тонкими гранями высвечиваются, нежели чем, такими понятиями, как нужен, не нужен, там, буду, сейчас не буду, слабый, не слабый, да. То есть, вы, опять же, говорите про то, что искрит, не искрит, вы говорите об этом, но, на мой взгляд, принципиальный момент не в том, искрит, искрит у вас или не искрит, а, ну, да, принципиальный момент заключается в том, хочется ли вам что-то делать для человека, видите ли вы в нём личность, понимаете, какая штука. А вот личность, как раз, мне кажется, что, ну, вы не видите человека, понимаете, какая штука. Вот. И в этом, мне кажется, всё, ну, в этом, мне кажется, всё дело. Среди гордона вы просто не видите личность мужчины. Вот. Вы не видите личность человека. Вы видите в нём только некую такую, ну, некая гендерная составляющая. Вот. И более того, это вот журнал для отношений. Вот. Плюс, мне кажется, что вы боитесь близости. Вот. Вы боитесь сближаться. Вы, ну, вы настроены против того, чтобы сближаться. Мне так видится, по крайней мере, этой истории, этой ситуации. Вот. Очень сильно ваше поведение похоже на такое сексуализированное, да? То есть поведение, которое отталкивает, ну, вас, да, поведение, которое отталкивает и не позволяет что-то делать для себя. Вот. Давайте разберёмся, что вы пишите. Значит, я при первом знакомстве... Проблема в том, что я при первом знакомстве с мужчиной вижу его потенциал, понимаю, серьёзные намерения или нет, какая женщина ему нужна. Ну, может быть и так, но гендерная составляющая никак не определяет в полной степени отношения в перспективе. Вот. Я сразу знаю, нуден или ненуден. И человек не вещь и не предмет, чтобы быть нуден или ненуден. А плод в том, какой человек личный, какая человек личность, а личность при первом знакомстве выглядит никак не способна. Потому что совершенно разные, скажем так, формы принимает личность человека. Так, правда, когда я влюбляюсь, значит, пропадает. Ну, да, вот, вы в влюблённости, очевидно, видите некую угрозу для себя. Как можно объяснить другим людям, что я сразу могу сказать, нуден мне человек или нет. Как можно объяснить другим людям, которым он может сказать, никак, никак. Вы не видите людей, вы видите некую гендерную составляющую. Но это не тот, кто определяет человека. В целом. Вопросом задается, что мой отец активно знакомит, сильно дает требовать меня с другими, как он считает хорошими для меня мужьями. А вижу, не то это. Слабые мужчины не искрит. Про слабых мужчин я уже сказал. Вы не видите личности, у вас с ними может быть мало чего общего. Это первое. Второе, не искрит. Опять же, искрить может не сразу. Ориентироваться на это, значит, соответственно, ограничить круг восприятия людей. Вот. Я бы рекомендовал выработать какое-то адекватное отношение к тому, что отец на вас давит и прийти к какому-то консенсу, как внутри вас, так и с отцом, чтобы он не давил. Вот. Есть ощущение, что все это результатовое отец на вас давит. Вот. Живу одна, родители независимые отец в моем воспитании не участвовал. Ну, я полагаю, нагладят отпечатки. То есть, вас вот, эээ, вам бы с отцом справа отношения молодят, да? И, ну, вы только говорите, что они вам хорошие в целом. Но, как бы, как вот к мужчинам относятся, что они для вас только слабые, сильные, ныжен, ныжен, искритные, искритные. Ну, я очень ограничиваюсь об этом. Ограничиваюсь я вас приятно. Он знает мои предпочтения относительно мужчин, но все равно с моей помощью в отличную жизнь своим знакомым. Не очень я понял этого последнего предложения Радуга. К тому, как, эээ, он знает ваши предпочтения мужчин. Не могут быть предпочтения мужчин, потому что ты лидератный. И вопрос заключается в том, как новые люди попадают в ваше окружение. Вопрос заключается в том, даете ли вы человеку шанс себя раскрыть. Вот. Не как мужчине, нет. Просто как человеку. Так что последнее, вот последнее предложение ваше я не очень понял. Следующий человек. Вот. Ну и складывается ощущение, что на очень таком низком уровне вы воспринимаете мужчин. Ну, потому как все-таки помимо гендерного, да, есть еще и другая. Понимаешь? Вот. Ну, которая, как правило, значит, ориентируется на людей. Вот. В одной особой быть в отношениях. И мне кажется, что такой ответ вам можно дать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Более четко, наверное, нужно формулировать вам свой вопрос. То есть пока есть такое ощущение, что вы просто, знаете как, находитесь в конфликте с кем-то, либо сами с собой, либо с отцом, либо с мужчинами, и пытаетесь как-то что-то доказать. Такая вот история. Такое ощущение у меня возникло. Понимаете? Да. Я желаю вам удачи. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Пока. j